здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор как вы видите по презентации разбирать мы будем веронику степанову она же мама кошка она же я не знаю какие еще клички она себе придумала но ее сексуальные фантазии мы сегодня трогать не будем а затронем тему с которой она выступила на всю свою миллионную аудиторию по поводу войны с украиной и здесь у меня есть что сказать и давайте не будем откладывать в долгий ящик и займемся сразу разбором и так что же она сказала такого замечательного что меня действительно задело и почему я решила сделать этот разбор что происходит сейчас на самом деле до происходит рейдерский захват то есть для того чтобы здесь прошу обратить ваше внимание с каким удовольствием она это заявляет в общем то но если действительно это так есть то с таким удовольствием не говорят о неприятных вещах но здесь я отчасти ее удовольствие могу понять как человека который искал причину да и он нашел ну то есть это такой воскрик эврика да вот по сути она рада тому что она выяснила причину но порадуемся вместе с ней может быть она и права давайте разбираться вместе и даром захватить то или иное предприятие там сначала нужно сделать бардак потом нужно это предприятие вот так протрясти и обанкротить а потом купить его за копейки вот все то же самое происходит сейчас с россией ну вы знаете здесь конечно же она включила всю свою харизму артистичность за что ее ее подписчики и любят это именно вот за эти эмоции за эту экспрессию жесты она включила в нужный момент для того чтобы акцентировать наше внимание и мы в общем то сконцентрировались да мы действительно задумались а ведь действительно так похоже на рейдерский захват но давайте тогда включать логику а простите пожалуйста рейдерский захват то есть по ее утверждением рейдерский захватывает россию запад а конкретно америка да вот там к америке много претензий и к этому мы еще подойдем простите вот кто-нибудь кто у нас здесь из глубинки россии вы видели вообще чтобы американцы разрушали наши дороги поликлиники больницы инфраструктуру кто-нибудь видел хоть одного американца который пришел и взрывает нам вот наши какие-то дома которые сами валятся кто-нибудь это видел если кто-то видел пожалуйста какие-то доказательства пришлите ладно и к веронике я тоже обращаюсь вот пришлите нам доказательства того что бардак устроили именно американцы в россии да вот это вот мне очень интересно довели народ до нищеты научили пить вот пожалуйста доказательства не просто голословные вот эти вот я тоже жестами умею рассказывать но пожалуйста доказательства приведите и я тогда вам поверю разрушили систему образования тоже американцы скажете но хорошо отжали территории развязали войну на нашей территории вы хоть одного американского солдата видели на российской территории прежде чем утверждать вот такие вот что бардак устроили американцы или кто или европейцы вы хоть одного европейца видели в который поюет на территории россии пожалуйста не передергивайте дорогая вероника и не лезьте пожалуйста в те дела которых вы не видите и не знаете, а то, что вы тут фантазируете, это уже ваши проблемы, в общем, кто-нибудь, если видел американцев, которые разрушают нашу инфраструктуру, пожалуйста, обращайтесь в органы, ловите их обязательно и привлекайте их к ответственности, да, никто не видел, я думаю, да, а вот на самом деле, что касается, вот все-таки рейдерский захват присутствует на наших глазах, давайте обратим свой взор на Украину, а вот там действительно происходит рейдерский захват, три составляющих, да, Вероника нам сейчас рассказала, да, вот по поводу рейдерского захвата, итак, первый элемент бардак, а потом потрясти и обанкротить, да, и купить за копейки, ну, кстати, у нас даже никто не покупает, у нас отжимают, но давайте посмотрим, как это происходило, и вот, пожалуйста, вам показания даже не свидетелей, а участников того, как происходит рейдерский захват Украины, и сейчас просто это финальная стадия рейдерского захвата Украины, давайте посмотрим, вот, пожалуйста, перед вами Игорь, Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер Газпрома, и вот он, что рассказывает про имиджевые войны, вот первый этап даже тут, знаете, все более изощренно, вот первый этап у Вероники, что перетрясти, да, бардак устроить, но сначала тут даже подготовительные работы были произведены, вот все это время, пока Путин у власти, происходили подготовительные работы, это имиджевые войны, чтобы вот это все, бардак там, потрясти, обанкротить, купить за копейки, вот это все, чтобы происходило на почве имиджевого, вообще раздрая такого, давайте посмотрим, послушаем, что он рассказывал нам, это человек, который принимал участие в этом. Вообще все, что касалось Газпрома, у меня иногда было впечатление, что Газпром управляет не Миллер, а Крим, особенно когда это было, это касалось каких-то газовых войн, газовых кризисов, то есть это 2005 год, 2006 год, это первая газовая война, потом была вторая газовая война 2008-2009 годов, самая такая большая и серьезная, газ, который шел транзитом через Украину, был перекрыт Газпромом на территории России, обвинили в этом. Здесь он, кстати, говорит тише, потому что это всегда, видимо, была какая-то закрытая запретная информация, и он по привычке это говорит тихо. В этом Украине. Все, что делал Газпром, не только по отношению к Украине, а вот эти все конфликты, которые происходили, газовые конфликты, это было следствие каких-то политических кризисов. Давайте вспомним, что было в 2005 году. Ющенко пришел к власти, там чуть раньше, оранжевая революция. Одно из последствий этого было экономическое давление на Украину в конце года, когда там возникли споры из-за цен, из-за долгов, из-за непрямых поставок, бартерных схем и все остальное. Это был такой рычаг, это был сигнал тогда еще. Там уже Ющенко, который что делал тогда? Он же объявил, что он хочет в НАТО. Вы помните всю историю. Политические события всегда были основой, а Газпром являлся таким экономической, знаете, дубиной. У России есть две дубины. Первая газовая, которую она шантажировала и продолжает шантажировать Европу, и Украину, и всех своих потребителей. Вторая это ядерная дубина, которую она шантажирует весьма. Война с Украиной началась не 24 февраля этого года. Война с Украиной началась не весной 2014 года. Войну с Украиной Путин начал вот где-то в начале своего срока, когда он стал президентом. Украина все это время теряла доходы. Украину все это время дискредитировали. Не просто у нее деньги вынимали из кармана, потому что объемы падают, естественно, плата за транзит уменьшается. И ее измазали в дерьме, грубо говоря, понимаете. А война, это был последний уже аргумент. Вот вам, пожалуйста, показания человека, который реально принимал участие в этом, и который сейчас рассказывает нам всю правду. Они досужие домыслы какой-то там психологини, которая фантазирует, сидит и приводит в пример, что якобы там отжимают Россию, отжимают Украину, ребята. Вот они, вот он рейдерский захват. Но имиджевые войны это еще цветочки. А вот ягодки наступили в 2014 году. То есть изначально Путин вообще нацелился Украину присоединить, ну захватить, захватить. Это не присоединение, это захват территории. Давайте называть вещи своими именами. И как бы тут не говорили нам, что все не так однозначно, это захват, рейдерский захват Украины. Итак, имиджевую платформу подготовили с помощью Газпрома. А теперь включается, вот, пожалуйста, еще один преступник. Вот здесь уже конкретный преступник, который непосредственно приходит в Украину и начинает мутить воду. Воспользовавшись ситуацией, когда люди испугались, да, и он решил, ну вот, пожалуйста, давайте послушаем его, что он рассказывает. Когда вы приехали в Крым, вы помните? И кто опять-таки вас там финансировал? Ну, Константин Валерьевич Малафеев не скрывает своих, своего участия в данном мероприятии. Но он финансирует и мою деятельность, и не только мою деятельность. Об остальном я говорить в данном случае не считаю возможным. Когда вы ехали в Крым, у вас были какие-то конкретно поставленные задачи? Вот, что нужно делать там? Или вы ехали по наитию, просто как ситуация сложится, так себя и проявлю? Я уже к тому времени познакомился с Сергеем Валерьевичем Аксеновым. Как вам сказать? Понимаете, если, условно говоря, спецслужбиста выкинули со службы, это не значит, что он мгновенно прекратил быть спецслужбистом. Естественно, его опыт, его умение оценивать ситуацию, если они есть, конечно, они никуда не деваются. Побывав в Киеве на Майдане, посмотрев, пообщавшись с людьми там, я понял, что в ближайшее время Украина будет рассыпаться. То есть я был уверен в победе Майдана и абсолютно причем уверен. Соответственно, прибыв в Крым, я совершенно самостоятельно еще, даже я не имел на эту тему даже бесед с Малафеевым, начал вести, если можно так сказать, работу по установлению контактов на месте, поскольку я полагал, что Украина как искусственное образование, когда будет рассыпаться, желательно, чтобы ее территории вернулись в состав России вместе с населением, естественно. Так вот, если кто-то еще не знает лицо этого преступника, это Гиркин, Игорь Гиркин, он же Стрелков, который организовал все это, вот эту войну восьмилетнюю на Донбассе, где там сейчас мне там кто-то за 8 лет начинает предъявлять претензии, вот, пожалуйста, претензии вот к этому человеку, вот это он развязал эту войну, еще Путин был не в курсе, да, Путин, конечно, хватал все, что лежит, да, но это еще пока не лежало, а вот, пожалуйста, кто схватил, да, и принес Путину, вот этот человек, да, дальше, теперь, что касается дальнейшей его деятельности, как он попал в Славянск, как он вообще все это развязал, да, сначала он Крым, получается, присоединил к России, да, вот эту, с помощью своей подрывной деятельности, потом он пошел на Славянск, а зачем он туда пошел? Наверное, потому, чтобы мы противостояли этой противной, наглой Америке, которая нас разрушила, да, рейдерский захватывает уже сколько времени, да, ничего подобного, про Америку ни слова, давайте послушаем. При каких обстоятельствах вы с диверсионной группой прибыли из Крыма на территорию Донецкой области? Приобычно. В данном случае я не смогу вам, естественно, и не собираюсь рассказать всю подноготную данного мероприятия, поскольку в нем участвовало достаточно много людей, в основном, добровольно. Кстати, еще одна версия, что пришли спасать от фашистов, да, вот, всякую чушь, которую до сих пор, вот, до сих пор, вот эти зомби, во что вы верите, ребята, во что вы верите, какие нафиг фашисты? В Киеве все говорили на русском, сейчас я не знаю на русском, будут ли они говорить после этой войны, но я была в Киеве, там все говорили на русском, что вы, вы сочиняете, что там, один мой там друг говорит, вот, приедь там в Киев, тебя из автобуса выбросят, если ты спросишь про остановку на русском. Да я ездила в автобусах, я ходила по улицам, никто на меня даже косо не посмотрел за мою русскую речь. Что за сказки они сочиняют? А потому что, действительно, вот она причина, сейчас, извините, я его перебила, давайте слушать дальше этого преступника. Основных фигурантов данного мероприятия я называл, действовал я при поддержке непосредственно Аксенова, который, подчеркиваю, достаточно умный человек, чтобы понимать, чтобы тогда уже понимать, что один Крым без, как минимум, Северной Таврии, как минимум, Днепропетровска, не будучи соединён с Россией сухопутным путём, он является, если можно так сказать, сухой рукой. Крым... Вот она, настоящая причина того, что пошла война за Донбасс. То есть Крыма оказалось мало, Крым хапнули, а как с ним сообщаться? Да никак, тогда ещё Крымского моста не было, да, и что-то надо делать. А что делать? А давай мы ещё отожмём у Украины, да что там той Украины потерпит, да? Я и тогда оперировал подобного рода фразами, и сейчас их также готов повторить. Без сухопутного коридора с Российской Федерацией Крым является чёрной дырой, в которую можно влить любое количество денег, в лучшем случае это будет поддерживать его в более-менее стабильном состоянии, то с тенденцией на постепенное ухудшение. Воссоединённый с Российской Федерацией Крым – это бриллиант в короне Российской империи. И, кстати, не один Крым, это касается и Одессы, и, я думаю, Киева тоже. Подчёркиваю, что у меня концепция как была в 2014 году и до 2014 года, так и она и стала. Я считаю, что любой бы гражданин нового объединённого русского государства, российского государства, только бы выиграл, если бы он мог передвигаться от Бреста до Владивостока и от Мурманска, условно говоря, до Симферополя, как минимум, вести бизнес и работать, как он хочет и где он хочет, и чувствовать себя своим на всей этой огромной территории, защищённым, сильным, мощным российским государством, русским государством. Эта концепция у меня нисколько не поменялась с тех пор. Поэтому тогда я рассчитывал, что волею судеб Путин действительно решил войти в историю не как мелкий Дон Рэба, а под занавес решил стать действительно великим государственным деятелем, по крайней мере, попытаться это сделать. Кстати, по поводу Дона Рэба. Знаете, откуда это? Это из романа Стругацких «Трудно быть богом». Очень рекомендую вам его перечитать, потому что там вот этот Дон Рэба, это просто, вот знаете, описание Путина один в один. Если хотите, я могу вам даже зачитать. Да, наверное, я всё-таки потрачу наше время и зачитаю, чтобы вы поняли, насколько вот прям он точно описал нашего дорогого президента. Дон Рэба, Дон Рэба, невысокий, но и низенький, но и не низенький, не толстый и не очень тощий, не слишком густоволос, но и далеко не лыс, в движениях не резок, но и не медлителен, с лицом, которое не запоминается, которое похоже сразу на тысячи лиц, вежливый, галантный, с дамами, внимательный собеседник, не блещущий, впрочем, никакими особенными мыслями. Три года назад он вынырнул из каких-то заплесневелых подвалов дворцовой канцелярии. Мелкий, незаметный чиновник, угодливый, бледненький, даже какой-то синеватый. Потом тогдашний первый министр был вдруг арестован и казнен. Погибли под пытками несколько одуревших от ужаса, ничего не понимающих сановников. И словно на их трупах вырос исполинским бледным грибом. Этот цепкий, беспощадный гений справедливой посредственности. Он никто, он ниоткуда. Это немогучий ум при слабом государе. Каких знала история? Невеликий и страшный человек, златолюбец, временщик, думающий лишь о золоте и бабах, убивающий направо и налево ради власти и властвующий, чтобы убивать. Шепотом поговаривают даже, что он не Дон Рэба вовсе, что Дон Рэба совсем другой человек. А этот бог знает кто? Оборотень, двойник, подмёныш. В общем, это из романа «Братья Стругацкие». Обязательно перечитайте, потому что очень четко описывает нашу жизнь. Просто блестяще. Я не знаю, это произведение вне времён. Давайте ещё послушаем дальше показания этого преступника. Надеюсь, не сильно мешает то, что включился Азан. Не хочу прерываться. При каких обстоятельствах вы с диверсионной группой прибыли из Крыма на территорию Донецкой области? Приобычно. В данном случае я не смотрю вам... Ой, простите, включила ещё раз. Ещё один фрагмент хочу, чтобы вы услышали. Так же, как в Приднестровье, аналогично на Донбассе и в Крыму, это в значительной степени были народные движения. Кем-то поддержаны. Потому что я сознательно уходил от всей этой политической грязи. Сознательно. Вы сказали, я цитирую, что оружие и деньги на войну в Украине получили в оккупированном Крыму. Вот когда в апреле 2014 года вы пересекли с вооружёнными людьми границу Украины в районе Донецкой области, кто и на какие деньги вас экипировывал и давал оружие? Форма была закуплена ещё для крымского батальона на деньги Малафеева. Она просто не успела в Крыму. Мы её успели получить только в Ростове буквально за день до перехода границы. То же самое касается, увы. Я сам заказывал эту форму, сам её, в общем-то, дизайн даже её промил. То же самое касается снаряжения. Насчёт остального равно, я отвечать на вопросы не буду. Путин признал, что, цитирую, оружие на Донбасс поставляют симпатизирующие страны, то есть Российская Федерация. А Лавров начал рассказывать про контрабанду оружия. Почему подчинённый перечит начальству? И почему показания поменялись? Что дедушка Путин стар уже и проговорился? Что произошло? Я скажу следующее. Я не отвечаю за слова ни Путина, ни Лаврова. Если бы я находился на тех высотах, с которых они это говорят, я бы поступал совершенно по-другому и говорил бы совершенно по-другому. Вот это... То, что они говорят, лучше бы они вообще ничего не говорили никогда. Во всех гражданских войнах всегда участвуют соседние державы. Ну да, ну да, конечно. Так вот, всё-таки зачем покупать, да? Бардак мы устроили. А теперь зачем деньги платить? Теперь война. Вот она война. Это не потому, что мы воюем с американцами. Мы просто хотим отжать Украину бесплатно. Надеялся Путин это сделать за три дня, но уже увяз там более полугода и тратит наши с вами деньги, дорогие налогоплательщики. Тратит наши жизни, жизни наших детей, мужей и всех мужчин России для того, чтобы просто бесплатно отжать сухопутный путь в Крым. Вот и всё. А кроме того ему и Украина, в общем-то, пригодится. Да, поэтому вот этот рейдерский захват действительно он присутствует, да, но только не в отношении России, а в отношении Украины. И то, что сейчас нам это всё преподносят, как будто мы воюем с Америкой, покажите мне хоть одного американского солдата на территории России, и тогда я с вами соглашусь. Пожалуйста, покажите. А так голословно рассуждать рейдерский захват, ну это фантазии больной психологини, которая нам втирает всякую ерунду, и вообще я просто в шоке от того, что она несёт. Вот очередная её лажа, которую она нам пытается втереть, давайте ещё послушаем. Он был из Белграда, кстати говоря, это христианский, европейский, белый город, который американцы бомбили. Тоже счастье такое просто невообразимое. Какое счастье, что бомбили город, да, что американцы бомбили город, смотрите, какие они мерзавцы, они бомбили город, да, а мы-то на их фоне вообще белые пушистые. Минуточку. Американцы бомбили Ирак, Иран, Афганистан за последние годы, да, Афганистан, Сирия, Никарауа, Гаити, Япония, Корея, Ливан, Вьетнам, Лаос, Камбоджия, Сальвадор, Гренада, Ливия, Сомали, Босния, Герцеговиня, Югославия, Либерия, Пакистан, Йемен, Камерун. Это к вопросу о том, какие мы хорошие. Да, то есть нам можно, у нас яйца крепкие, а вам нельзя. Это я сейчас не придумала, это просто статистически, не статистически, это просто открытые данные, в общем-то, из Википедии, любой из вас может сейчас открыть и все это прочитать. В общем-то, американцам можно забомбить за последнее время 22 страны. Ну, смотрите, а что это как неразжигание ненависти к американцам? Вообще, вот, что, по-моему, здесь американофобия присутствует. Вы не замечаете этого? Вот, мне кажется, что надо на нее пожаловаться. И вообще, у меня такой интересный вопрос, который я еще раз в конце своего видео обязательно подниму. Вообще, блогеры – это лидеры мнений. И как она сама же скажет в дальнейшем в одном из фрагментов, она понимает ответственность того, что она вещает на 2 миллиона подписчиков, да, у нее. То есть это люди, которые прислушиваются к ее мнению, которые считают ее адекватным человеком. То есть она, заявляя, что американцы преступники, она сейчас развивает в них американофобию. Правильно я понимаю? Или я что-то не так понимаю? Но, смотрите, вот с такой позиции, да, вот посмотрите, американцы бомбили, да, вот какие они мерзавцы, да. С такой же легкостью можно любого преступника оправдать, любого убийцу. Вот, пожалуйста, вам, Чикатило, привет, дорогой, да, что называется. Ведь он убил намного больше людей, да, вот, а что, а что, если мы там кого-то убьем? Теперь мы можем убивать, потому что есть человек, который убивал больше. Мы потом в суде, наш адвокат, а если денег хватит, если яйца у вас достаточно крепкие, да, и финансовая возможность позволит, так вы приглашайте. Вот, пожалуйста, Вероника Степанова, она, вот, у нее линия защиты будет блестящая, она вам покажет, докажет, что вы по сравнению с Чикатило просто божий одуванчик, и вас выпустят на свободу. Понимаете, таким образом можно абсолютно любое преступление оправдать, да, смотрите, они намного хуже меня, давайте убивать украинцев. Вот, мерзко, подло, это манипуляция, на самом деле, простейшая манипуляция, да, отвлечение внимания. Этих манипуляций есть много, сейчас мы люди умные, да, психологи, смотрите, вон какие, Вероника Степанова, так она вообще профессионал в этом, да. Так вот, манипуляции это такие хитрости, которых сейчас очень много наработано, да, очень много создано, и ими пользуются наши СМИ. Конечно же, со времен Геббельса очень далеко мы продвинулись и придумали много разных манипуляций. Кстати, если не хотите попадаться на эти манипуляции, под видео есть ссылочка на мини-курс манипуляций, ну, это по простейшим, да. Но давайте все-таки вернемся к нашей Веронике Степановой и продолжим разбираться. То есть, получается, что мы сейчас услышали, американофобию, да, дальше, что она пропагандирует? Мы все можем делать любые преступления, всегда найдется преступник, который сделал это намного больше, намного изощренней, поэтому мы всегда можем такую линию защиты предпринимать в суде, да, использовать, и, в общем-то, мы можем избежать любого наказания, да. Ну, хорошо, конечно, может быть, на Гаагском суде, если она не будет на скамье подсудимых вместе с Путиным, да, то, может быть, она будет его защищать, да, но хотелось бы все-таки вот по поводу этих блогеров, да, которые вещают много вещей таких опасных, все-таки, чтобы их как-то привлекали к ответственности. Вот что бы мне хотелось сделать, потому что сейчас говорят много всякой чуши, и просто вот смотришь и диву даешься. Ладно, эмпатии у людей нет, но вообще вы в своем уме такие вещи пропагандировать на свою аудиторию. Это просто, знаете, такой трэш, я не ожидала. Давайте слушать дальше. С Украиной были переговоры, все терли-терли-терли, ни к чему не приходят. У меня, в принципе, закрылись вот какие сомнения. Может быть, с Украиной, в принципе, невозможно договориться. Потому что даже я вот беру свой опыт общения с украинцами, но у меня не получилось договориться. Ну, не получилось, вот даже флаг. Как артистично она это сказала. Ну, бедняжка, ну не получилось, боже мой, это просто, знаете, вот, актриса вообще погорелого театра. Фламекс, помните, да, моих фламекс, программисты из фирмы Фламекс. Они писали мне сайт целый год. Взяли у меня 300 тысяч рублей и не дали ничего. Но история, рассказанная только с ее стороны. Я отлично понимаю, что такое написание сайта. Я тоже с этим сталкивалась. Знаю, что такое SEO-оптимизация. Знаю такие вот тонкости, которые могут стоить и дороже, чем 300 тысяч рублей. Тем более, они целый год с ней работали, на секундочку. Да, поэтому здесь история, рассказанная только с одной стороны. Причем так артистично, с такими наклонами, да. Вот это вот все, знаете, на детский сад рассчитано. Ребята, не ведитесь вот на эти детские какие-то уловки, хитрости и манипуляции. Она сидит и вам втирает такие вещи, которые вот вы не проверите. Вы не спросите у той фирмы, что на самом деле там произошло. Но с ее стороны, это же украинцы. Вот мерзкие какие, а, хитрые, хитрожопые. Вообще, вот сейчас вот с этой всей историей я немножко пересмотрела свой взгляд на украинцев. Ой, какие они мерзкие. Посмотрите, вот ее тело даже, прям вот все, все плохо в украинцах. Какие они гады, да. Но я вам и причину скажу, почему они вдруг гады стали. Они для меня открылись с какого-то, особенно женщины, поскольку я сотрудничаю с женщинами чаще всего, да. И тут задумчивость такая, да, вот такой взгляд вниз. Ну, актриса, актриса перед нами, боже мой. Ах. Ну и пациентки, и зрительницы чаще, чаще это женщины. То есть они открылись, они показали мне немножко другой лик какой-то. Да ты что, да ты что. А вот тебя начнут бомбить, какой же ты лик покажешь, овца, блять. То есть то количество хейта ни за что, я еще ничего не сказала, да, по поводу военных действий за три дня, которые я получила. Вырезать печень мне, моим детям, меня подкараулить. То есть каждый день я получаю тысячи сообщений от украинских женщин. Ну, тысячи, боже мой. Предъявите нам, пожалуйста, свои тысячи сообщений. А расправы надо мной и в моей семье. Каждый день я получаю угрозы. Это не будет распространяться. А главное, про угрозы с таким удовольствием рассказывает. Ну, ребят, это детский сад. Никаких угроз там таких, которые действительно бы ее напугали. Нету, нету, она с удовольствием нам это рассказывает. Для чего? Для того, чтобы мы все осуждали этих украинцев. Потом она, правда, скажет, что да нет, я ничего такого не скажу. Я же, я же леди, да, леди. Но она создала нужную траекторию мыслей для нас с вами. То есть украинцы, все мерзавцы, все нечестные, все злобные. Такие прям мерзкие. На моих последующих пациентов с Украины. Нет, просто я увид... А, ну да, украинский рынок, я не буду обрубать. Нет, что вы, что вы. Вот эти мерзкие, которые мне пишут, они, да, у них нет денег, они мне не нужны. А если у вас еще остались деньги, я вас не отталкиваю. На всякий случай я перед вами двери не закрываю. Я видела некоторую сторону, некоторую грань, которую я не видела раньше. Ну, не видела я ее, а сейчас ее видела. И это как бы, ну вот, это не может меня не, ну что ли, ну как минимум не удивить. Вот такая вот. Ах, да, удивленная ты наша. Боже мой! Ну, смотрите, как она лицемерно, подло, хитро и мерзко опустила украинцев, да, на наших глазах. А что это такое? Разве это не украинофобия? Вот так вот, если... Разве это не разжигание ненависти к украинцам? Ай, ну, если у вас есть денежки, вы не такие плохие. Если вы мне полезны, как моя, она там рассказывает про массажистку, которую она не считает плохой, потому что она, наверное, делает хороший массаж. Ну, то есть вот там выборочно очень, такая ненависть, да, и в общем-то все очень-очень хитро. Да, следующий фрагмент, давайте посмотрим. Ну, тут просто, знаете, вот каждую ерунду ее рассматривать, это просто... Я просто два видео взяла. Вот этот весь словесный понос, который у нее на канале, я его рассматривать не буду. Вот по этим видео сразу видно, что человек из себя представляет. И вот в вопросе с Украиной все понятно. Вот еще. Интересно. Если... Так, Пантон. Интересно. Если, как бы, кто-то думает, что, а, я там как-то забуду, сочту, что, ой, ну были же военные действия, ну кто что там не скажет в пупыхах. Нихуя. Я татарка злопамятная. Погнали. Знаешь, дорогая, а я хохлушка. И мне плевать, на каком глазу у тебя тибетейка. А еще, знаете, вот я хотела бы здесь заступиться за татар. Татары, это просто великолепная нация. Я знаю много татар. У них корни, как у турок, тюркские корни. У них добрейшая религия. У них, они очень гостеприимные. Ну вот я здесь общаюсь с ними, я понимаю, что это просто шикарная нация. И вот это нечто, это, знаете, это недоразумение. Она не, вот то, что она говорит, татарка, да, это просто, знаете, вот она просто ляпнула. Не надо считать, что татары плохие, татары очень хорошие люди. Поэтому вот здесь, если вы видите в ней угрозу со стороны татар, они великолепнейшие люди. Я просто снимаю перед ними шляпу и вообще с огромным уважением, с огромной любовью к ним отношусь. Я была в Казани, они, несмотря на то, что у них же другая вера, они нашу икону Божьей Матери, Казанской Божьей Матери, она у них стоит до сих пор, да, и вот я к ней ездила, к этой иконе. Это просто шикарный город, это великолепные люди, это добрейшие люди. Поэтому вот это просто вот, вот это, это паршивая овца среди прекрасного народа. Вот здесь я призываю вас всех не обращать внимания на то, что она назвала себя татаркой. Она мерзкий человек, который не имеет национальности. Ну, если даже это и записано у неё в документах, то она не представитель татарского прекрасного народа. Вот что я хотела отметить. Дальше, следующий фрагмент. Если ты молчишь, не понимая, что, вот я, например, три дня, сколько там, два-три дня ничего не говорила, просто потому, что я вам говорю, я не хочу выглядеть дилетантом, каким-то кухонным, знаете, борцом, который ни хрена не соображает в этом шутарио, для того, чтобы не навредить, поскольку я блогер-миллионник, я могу вредить своими громкими... А, так всё-таки ответственность ты понимаешь, да? Я-то думала сначала, что ты сидишь, просто разглагольствуешь, да, вот свои артистичные методы используешь, да, на своей аудитории. Оказывается, ты понимаешь, да, что ты лидер мнений, блядь. На лозунгами правильно? Соответственно, я молчу и я думаю, что мне сказать, потому что перед тем, как что-либо сказать, я привыкла думать, как думающий человек. А не орать вместе с толпой, не отождествляться, все побежали, и я побежала. У меня нет такого. Я всегда встану и подумаю, стоп, что сейчас со мной происходит, что в принципе происходит, не пытаюсь мгновенно не отождествляться ни с каким из мнений, к чему вас и призываю, думать собственной головой. И смотреть на это не локально, кусочком и узко, как большинство, а стараться посмотреть на ситуацию сверху, стратегично, слева, справа, сбоку и так далее, понять одну сторону, понять другую сторону. Ну почему граждане России, которые живут там за границей или неважно где, должны переживать за Украину, они за свою страну переживают? Ну это же нормально, каждый за свою жопу переживает, каждый трясется, как же он бедный, как же у него. Так вы заметили противоречие? Сначала она такая у нас стратегическая, со всех сторон готова рассматривать, а потом самое главное все-таки жопа, собственная жопа. Вот что для нее главное. И собственная жопа ей сказала, а загляни-ка ты в статистику, дорогая моя жопа. И эта жопа увидела, что просмотры России намного больше, чем просмотры Украины. Поэтому какой выбор сделала? Пожалуйста, вот он выбор. Кроме того, видимо там по своим записям, кто ко мне на консультацию приходит? Больше россиян, больше русской, ну вообще русскоязычная аудитория, значит больше всего россиян. Поэтому, ну значит жопу будем лизать России, Путину будем лизать в жопу. Вот как сделан был выбор, ну и соответственно, да, вот и все. Вот и не надо тут искать какие-то скрытые смыслы, что она там нашла какую-то, я не знаю, Грааль какой-то раскопала. И опираясь на него сделала какие-то выводы. Да ничего подобного, просто человек оперирует своей жопой. Вот и все, решает жопой. Следующий фрагмент я хотела бы показать, знаете, вот в принципе вот это еще более-менее человек, который, ну как она сказала, она понимает ответственность и прочее бла-бла-бла, да, хотя бы немножко думает, да. Но есть вообще полностью неадекваты. И вот здесь я бы хотела заострить внимание, ребят, вот блогеры, я понимаю, что у вас может быть свое мнение, но излагайте какие-то свои тезисы, какие-то свои доказательства давайте. Вот как я сейчас, у меня есть мнение, да, я вам привела доказательства, показания людей, которые в этом участвовали. И они четко сказали то, что я сейчас вам пытаюсь объяснить. Но почему же вот это всякое отребье лезет, и ему за это ничего не бывает. Вот это, объясните мне, пожалуйста. С этим, ребята, надо что-то делать. Это Юля, патриотка России, любимица русской аудитории. Сама народом из Самары. Но почему-то эта патриотка до мозга гостей живет не на родине, а в такой ненавистной Германии, где все не так. Короче, я дала ризотто назад, не знаю, сейчас попросим счет и посмотрим, включили ли они ризотто в счет или убрали. Посмотрим. Я съела одну только ложку, и одну ложку съел муж. Нам не понравилось, и мы сказали, что это полная гаща, типа забирайте. Посмотрим. Совсем недавно Юлия поехала отдыхать в Австрию, где и там не смогла прожить без скандала. Девушка услышала среди улицы украинский язык и сразу же начала бурно реагировать. Девчонки, слава России. И прям на камеру продолжала издеваться над украинками, разгоняя ситуацию. Россия победит! Россия победит! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чехерком! Но ответочка не заставила себя долго ждать. На следующий день россиянка обнаружила то, что ее учетную запись на букинг заблокировали, а резервно забронированное жилье в австрийской Вене отменили. Короче, я же вся покраснела от шока. Короче, только что мне пришло уведомление на почту от приложения, что мой резерв отклонен. Деньги будут возвращены в течение трех дней. Отпуск испорчен. А ведь всего-то сказала о псевдореферендуме. Удивительно. Это все лишь из-за того, что я сказала, что Херсон – это Россия, и скоро будет референдум? Ты говоришь, это правда! Это правда, если там пройдет референдум, и вы потом сами убедитесь в этом. В чем проблема? Я вообще этих девчонок не оскорбляла. Да вы мне испортили отпуск в Вене. Где работает эта девушка и чем она занимается, нам неизвестно. Но всю свежую информацию о войне в Украине Юлия знает, хоть и находится далеко за границей. В сети разгоняет русскую пропаганду и продолжает унижать украинцев. Да ты ж мой золотый, ты что такое говоришь? Вам же Америка предоставила самую новейшую технику и самое мощное вооружение. С этой техникой можно воевать и воевать против целого мира. И вот в связи с такими быдлячьими блогерами, у меня к вам, мои дорогие подписчики, кто меня сейчас смотрит, есть вопрос. Ребят, а кто формирует списки на санкции? Вот да, безусловно, наши политики, чиновники, их дети, это классно, что они сейчас под санкциями, они не имеют права ехать за границу. А почему не внести вот под эти санкции, почему не попала еще та же Вероника Степанова, та же вот эта вот овца, которая Юля. Да, вот почему они до сих пор путешествуют везде, раз они так ненавидят западный мир. Вот почему их не внести в санкционный список, и пусть они едут к своему любимому Путину, наслаждаются, жопу ему лижут, все что угодно делают. Да, вот мы будем с удовольствием смотреть то, как они это будут делать. Но зачем же они, как только объявляется мобилизация, вот, пожалуйста, еще один прокремлевский блогер, который свалил в Грузию, и там, слава богу, нашлись умные люди, которые ему объяснили, как надо жить. Вот, пожалуйста, это блогер под названием Лев Против, который тут всех жизни учил, вот его тоже жизни научили. Вот почему все эти прокремлевские блогеры свалили за границу, и здесь начинают опять что-то вякать. Здесь, если им что-то не нравится, пусть остаются в своей России, все, они раздувают этот пожар, они дают вот этим зомби пищу, они говорят, что вы идете правильным курсом, а сами сидят за границей, а сами сидят, наслаждаются результатами, а сами причитают, когда Вероничка эту сумочку не смогла, сука, купить, блядь. А то, что люди остались вообще без ничего, тебе насрать, овца, а то, что люди теряют сейчас свои жизни, наши дети, наши мужья, наши мужчины, которые могли бы зарабатывать, которые могли бы, мы могли их видеть каждый день, они ушли на войну многие, ты посмотри вот эти фотографии, где тела лежат вот после того, как наши отступают, да посмотри фотографии, видео, это страшно, ладно, у тебя, сука, нет эмпатии, но хотя бы логику, сука, включи, если ты на логике живешь. Все, в общем, я высказалась, и хочу, чтобы мы с вами более осознанно относились к вот этим выпердам, вот к этим выпердам блогеров, которые сидят из-за кустов, кричат, жираф большой, блядь, сука, ему видней, извините, я вот сегодня уже просто не могу, у меня эмоции через край вообще вот впервые так, но я не могу это вообще терпеть больше, и давайте как-то формировать списки вот для таких блогеров, которые, если они, сука, за Путина, то пусть идут и жопу ему лижут на месте, и не надо распространять свои выперды, свое говнище на Европу и на Америку, вот так вот, это мое мнение, если кто-то не согласен, в комментариях пишите, курица, все, до свидания.